Приветствую вас, друзья! С вами Шевченко Александр и это канал Академии Счастья. Поговорим сегодня о том, как справиться с депрессией или по-русски с подавленностью. Потому что состояние депрессии возникает так или иначе у каждого человека в какой-то момент времени. То есть это тот момент, когда человека кто-то подавляет или что-то подавляет. То есть человек чувствует упадок жизненных сил, ему не хочется жить, снижаются жизненные показатели. Ну и на физическом уровне это проявляется как снижение функций нейромедиаторов. То есть веществ, которые как раз и вызывают прилив жизненной энергии, прилив жизненных сил. Это такие вещества, как дофамин, серотонин и другие. Получается человек, что врачи предлагают? Выпить таблетку, то есть которая повысит уровень серотонина, дофамина и соответственно на время получить этот прилив жизненных сил. Либо некоторые люди употребляют алкоголь, какие-то запрещенные вещества. То есть опять же, чтобы справиться с этим состоянием. Есть более простой способ, который применяют люди, занимающиеся спортом. То есть они бегают, прыгают, делают какие-то упражнения. Потому что это тоже повышает уровень нейромедиаторов серотонина. Но это не убирает ту проблему, которая вызвала подавление. То есть соответственно мы говорим сейчас об уровне стресса. Он очень высок у людей. То есть это состояние страха, нервозности, ослабленности и так далее. И вот чтобы эти вещи убрать, очень важно посмотреть, откуда они возникают, что их вызывает. У каждого человека это, конечно же, что-то свое. То есть есть какие-то внутренние факторы, которые у человека включаются. То есть есть подавитель, который влияет на человека. И он что-то в человеке включает, какие-то вещи, которые вызывают у него беспокойство, страх. То есть, как говорится, давит на кнопки. Мы это можем легко увидеть в обществе манипуляторов. То есть по телевизору, когда мы слышим какие-то новостные передачи или что-то в этом роде происходит давление на наши кнопки. То есть нам говорят какие-то вещи. Там произошло убийство, там деньги, обвал экономики. То есть вот такие вот вещи, они давят на человека и включают в него состояние страха, беспомощности и так далее. Человек не знает, что делать, и у него начинается состояние подавленности и депрессии. Точно так же происходит и с людьми. Вы на Америках замечали, что бывает после общения с некоторыми людьми состояние вдруг неожиданно ухудшается, и начинаешь чувствовать упадок сил, какую-то подавленность и так далее. И, соответственно, не знаешь, бывает, что делать. Вроде бы и с человеком хочется общаться, а тут такое. И поэтому важно понять, что делает этот человек. Часто вот эти люди, которые подавляющие, они говорят какими-то обобщениями, искажают информацию, добавляют какие-то неверные данные. То есть пытаются, например, на человека как-то воздействовать таким образом, чтобы он был управляем. И, соответственно, что нужно делать? Надо лгать человеку, искажать факты, говорить об общениями, мол, все так говорят, все знают. И от них они обычно передают плохие новости. То есть они не говорят о хорошем, говорят о плохом. Вот вы наверняка попадали в общение с такими людьми. Вот они антисоциальные, подавляющие. То есть они сами находятся в этом состоянии и распространяют его вокруг других. Сейчас даже стали применять термин токсичное окружение, но он не всегда точно описывает это. Я рассказываю о чертах, которые присущи этим людям. Есть специальное обучение, которое помогает выявлять таких людей по их характеристикам, отличать их от социальных личностей. И, соответственно, можно с ними общение просто прерывать, потому что, ну, если оно влияет негативным образом на жизнь человека, то зачем такое общение? И второй важный фактор – это прорабатывать внутри то, что они пытаются включить. Потому что если ты чистый, если в тебе нечего зацепить, то они от тебя просто отлипнут, отстанут, потому что они увидят, что ты на них не реагируешь. Если у тебя внутри чистота, то ты будешь, ну, например, в хорошем состоянии, чтобы они не говорили, это не будет на тебя влиять. Вот таким образом они посмотрят, ну, не влияет, значит, пойду дальше. А, возможно, и сами захотят исцелиться, улучшить свое состояние. Потому что по натуре человек хороший, да, изначально он хороший. И вот эти наносные вещи, которые у него есть внутри, они мешают ему и заставляют его действовать неосознанно. Вот. И поэтому, когда мы исцеляем эти вещи, то состояние улучшается. А исцеление происходит путем погружения внутрь. Вот в процессинге я помогаю человеку вернуться в те моменты, когда у него произошел негативный заряд. То есть когда у него были случаи с негативным зарядом, то есть боль, бессознательность, какие-то негативные эмоции, то, что у человека отложилось, записалось. И мы это выправляем. То есть перепроживаем эти случаи, и состояние у человека восстанавливается. Вот. И, соответственно, тогда количество вот этой вот депрессии, количество подавленности у него уменьшается. Постепенно его состояние поправляется, то есть ему не надо там пить какие-то таблетки, да, или там переедать, заниматься сексом или азартными играми, да. То есть у него, наоборот, восстанавливается естественное желание жить. Вот. И так можно этот уровень поднимать, поднимать, пока человек не выйдет на определенный такой уровень уверенности, то есть когда он будет знать, что он может самостоятельно справляться со своей жизнью. Ну, то есть понятно, что какие-то практики ему нужно будет применять, безусловно, потому что когда человек ежедневно, например, уделяет время, хотя бы один час практике, да, то есть практике какой-то исцеления, духовной практики, то у него состояние совершенно другое. И вы это сможете сами увидеть, если займетесь духовной практикой. Вот я, например, применяю процессинг уже на протяжении более 20 лет, и понял, что это помогает исцелить внутренние переживания, и прийти в настоящее время, чтобы убрать состояние подавленности, состояние дисгармонии, состояние депрессии. Давайте сейчас сделаем небольшую практику, как уже принято в наших видео. Сядьте в удобном для вас месте, закройте глаза, создайте пространство для сессии, ощутите себя в этом пространстве, ваше тело, и дальше, когда вы это все ощутили, почувствуйте, есть ли что-то, что вас подавляет или угнетает, создает состояние подавленности и депрессии. Это может быть человек или какое-то событие. Соприкоснитесь с ним, посмотрите на него. Опять же, дайте ему проявиться, не подавляйте его, а наоборот, дайте проявиться в полной мере, чтобы оно соприкоснулось с вами, а вы с ним. И когда это состояние в полной мере проявится, посмотрите, откуда оно возникает. Если это человек, то посмотрите, как общение с ним, как это общение протекает сейчас, откуда оно началось. Вот, и таким образом перепроживите эти случаи, то есть от момента, допустим, который ближе к настоящему времени, перепроживите случай, да, потом двигайтесь к более раннему моменту, к прошлому, да, то есть и так выходите, перепроживая, да, один, два, три раза, пока вы почувствовали, наступило облегчение. Вот, потом двигайтесь дальше, 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 вот, пока не выйдите на самый ранний случай, да, когда было, например, первое общение, подавляющее с этим человеком, да, или первый случай, подобный на цепочке этих случаев подавленности. Вот, когда вы выйдете на него, то пройдите его столько раз, сколько необходимо, чтобы оттуда полностью убрать этот заряд, который там накопился. Вот, когда вы почувствуете облегчение, когда вы почувствуете, что этого больше нет, подавленности этого заряда, на этом можно завершить сессию, и, соответственно, вы таким образом справитесь с этим состоянием подавленности. Может быть, потом, через какое-то время, появится какое-то другое состояние. Ну, вот, такие сессии вы можете делать, как самостоятельно, так и со специалистом. То есть, я как бы провожу подобные сессии, только мы идем более глубоко, находим в точности, что у человека, как этот заряд сформировался, и удаляем его. То есть, человек события помнит, у него все, память есть, тут нет никакого гипноза, внушения. Полное происходит через осознавание. То есть, это исцеление, по сути, осознаванием. Поэтому у меня даже на канале есть такое видео «Исцеляющее сознание». Можете его посмотреть. Вот, и там рассказывается о том, как сознание исцеляет тело, исцеляет разум, исцеляет подсознание. Вот таким вот образом. И каждый из вас может это делать. Самое главное – это ваше намерение. То есть, намерение исцеляться, намерение исцелиться и заниматься духовной практикой. Если у вас это намерение есть, то я уверен, у вас все получится. И вы сможете достичь состояния гармонии, радости, счастья, осознанности и быть в этом состоянии столько, сколько захотите. Вот. Пожалуй, мы на сегодня будем заканчивать. Если это видео вам было интересным, понравилось, вот, вы извлекли отсюда какие-то знания и будете их применять, вот, это было бы здорово. Вот. Поэтому, если оно вам понравилось, ставьте отметку «Нравится», подписывайтесь на мой канал, добавляйтесь в друзья в соцсетях, включите колокольчик для напоминания новых видео и, конечно же, поделитесь этим видео с вашими друзьями. В комментариях напишите, что вы думаете по этому поводу, какие у вас есть вопросы. То есть, я отвечу, и все, кто смотрит канал, смогут также увидеть эти ответы. Вот это будет полезно для всех. Также в описании мои контакты вы можете добавляться в друзья в соцсетях и мои книги «Миры вечного познания и полное исцеление», в которых вы сможете больше прочитать о процессинге, об исцелении, о том, как можно создавать целые миры с помощью сознания. Вот. И сейчас на экране появились видео, можете посмотреть их. Это тоже о процессинге, об исцелении, о том, как убрать негативный заряд. Мой сайт и подписка на канал, если вы еще не являетесь подписчиком, обязательно подписывайтесь. Напомню, меня зовут Шевченко Александр, это канал Академии Счастья. Мы с вами увидимся совсем скоро в следующем видео. Оно будет завтра. До скорой встречи, друзья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!